всем привет я прошу прощения сразу что не нашла время и показываю немножечко в таком отсветшем состоянии уже цветает к сожалению это мой дендробиум деликатум такой вот разросся кустик и очень конечно было красивое цветение но хотя бы покажу вот так у цветочки это последний цветонос открывается постепенно они открываются вот две недели наверное держатся цветы очень сильный аромат они мелкие конечно ну очень очень ароматные буду я его пересаживать уже в этом году в общем вот такое вот было цветение хотя бы запечатлеть его это следующая моя цветунья первый раз она меня порадовала цветением пять цветов я ее выращиваю очень с маленького размера давным-давно когда-то покупала ну и вот пересаживала все она была кстати с чехлами ну я как-то и так поставила к солнышку чехлами и даже не заметила когда она их вырастила уже увидела когда они уже проклюнулись через чехлы я бы сказала такие крупные цветочки ну конечно для первого цветения я думаю что цветы будут крупнее и в общем это название очень длинная я писала для выставки кстати это моя котлейка заняла третье место на нашей выставке очень очень здорово конечно кто смотрел выставку первое место заняла котлея не было десять цветов это конечно очень очень прекрасный результат ну зрелище тоже была красивая как будто их реально кто-то туда приклеил эти цветочки 33 по верхнему ряду и 2 и 2 по нижнему ряду очень красиво ну мы стремимся правда ну красиво все равно очень красиво здесь опять же мой это внутри у меня в доме тоже первый раз зацвел для меня фаленопсис мне кажется его показывала уже ну в общем доращивает он еще смотрю здесь цветоносы мне почему-то казалось что они так ну коротенькие цветоносы у них у них в общем тут смотрю проклюнулись еще почки я просто намазала алоем алоэ ну в общем и вот такой вот результат и мой красавчик тоже цветет занял первое место среди там группы фаленопсисов потому что разные были группы ну очень красивый тоже и он кстати тоже смотрю проклюнул почки так что вот такой вот уголочек у меня внутри дома мы поехали дальше это очередная цветунья макселярия ой господи название такое длинное у нее порпус порпурус тела уроженка бразилии такой пышный пышный кустик получился вот так вот если да издалека и показывать красивые такие яркие цветочки не крупные тоже ну очень и очень интересные так они как-то быстро выдают цветочки бутончики вылезают и цветочки быстренько быстренько как-то распускаются такой яркий мне кажется что совсем неприхотливый вид орхидеи здесь у меня наращивают цветочки первый открылся малыш ну в общем сегодня будем показывать цветочные до специозома мы еще дойдем здесь открылся хочу показать это цимбидиум это мой новый цимбидиум который я приобрела я таки не переписала название еще не было времени очень интересное тоже такое создание природный цимбидиум очень длинные очень медленно кстати когда их купила они были в цветоносах ну кстати ни один цветочек не скинули вот есть и еще в бутонах полностью но и смотрю я что он растит новые росты это я подложила пенопласт потому что потому что потому что я извлекла старые псевдобульбы вот так вот новые ростики растит так вот выглядит очень длинный конечно очень большие длинные цветоносы и так поняла что его используют во многих гибридах интересный вот кстати не помню мне кажется что он как-то пахнет сейчас просто очень раннее утро 6 утра и он еще конечно не пахнет ну а наверное это наша гордость до австралийская дендробиум спесиозом не уделяла я ему конечно это на заднем плане да ну и обращайте внимание зато он у меня растил никогда не думала что он цветет денежное дерево еще тоже его называют у нас не знаю почему ну в общем ладно но это мой мой белоснежный спесиозом который я пересаживала и он у меня в том году вообще не цвел это конечно уже пострадали я его поставила на солнышко и не думала что такое солнышко уже сильно вот пострадали конечно большие дендробиумы им нужно много места к сожалению в моем коридорчике места нету но где находится где находится там и пытаюсь его к это при как-то пристроить но получается что солнышко его конечно обжигает красивые конечно грозди и вот корни я вставлю как его пересаживала кому интересно можете посмотреть так вот он у меня зарос опять корнями полностью в общем а это первый раз у меня расцвел я почему-то думала что я надеялась что он будет желтым но он не желтый и на бирке написано что это деликатум но деликатум конечно совсем не другой совсем не такой у него цветочки похоже тоже на спесиозом это тоже очень давняя моя покупка я его покупала очень маленьким ну и вот так вот он расцвел конечно цветоносы намного длиннее очень красиво это же очень он ароматный поэтому это что мне нравится что он очень компактный по сравнению с вот этим вот огромным это конечно но он огромный этот в два раза всегда боль вы у него короче ну а уход такой же самый он у меня тоже спал зимой как и спесиозом они все отдыхают ну и выпускают постепенно постепенно цветоносы запах конечно очень очень сильный у нас на выставке когда было там просто головной боль можно было конечно получить когда их много конечно очень очень сильно вот так вот выглядит моя полянка цветущая в моем коридорчике ну и постепенно сейчас покажу вам по очереди всех ринха лаэлия глаука уже засыхает все прям цветочек так вот но очень долго тоже держался пока что не вижу наверное не будет больше в общем в этом году только был один цветок но это моя конфетти расцвела многими очень любимая очень красивая нежная котлея руси а ну тихо очень мною любимая очень красивая я ее пересадила в огромнейший горшок наверное сантиметров 30 в диаметре ну и вот и здесь есть место и конечно нужно и набраться сил как-то она выглядит не очень пересушенные какие-то псевдобольбы ну посмотрим ну вот зацвела она один там вот вижу второй третий четвертый пять цветоносов конечно страдают на открытом воздухе но все равно они очень красивый покажу так вот она котлея конфетти поэтому очень красивые окрас очень красивая форме цветка мне такая очень нравится ну а это начну снизу да это лоелия рубицын рубин сенс руби сенс мексика центральная америка такое яблочко налила она мне в этом году всего одну и и вот такой вот вот такой вот длинный цветонос наверно сантиметров 60 он точно наклоняем его такой что показать цветочки очень приятный такой аромат тоже у нее ну и вот она так вот цветет конечно не знаю я вот смотрю на нее и конечно для разнообразия ну как-то цветочки все в разные стороны в общем не знаю будем решать с этой красавицей что-то но пока что находится вот так вот она у меня растет на кусочки пробкового дерева поливается как все блочники видно это уже старые псевдобульбы они так постепенно постепенно высыхают с которыми она была посажена ну это расцвела расцвела и уже отцветает не успела показать мне очень очень нравится губа у этой котлеи красивая на выставку я ее носила ну так вот уже бедные цветочки постепенно постепенно умирают они небольшие но настолько они яркие настолько они красивые это темная бархатная губа конечно это очень красиво извиняюсь еще раз что так вот не успеваю ну вот реально не успеваю весна у нас очень много выставок и вот такое вот у нее название гибрид с природной с природной орхидеи и кстати вот она новые ростики растит уже это здесь тоже понравилось ей новая посадка очень и очень красиво что я еще носила кстати на выставку тоже носила я мою хрюшку волосатую был у нее только один цветочек ну вот она не нравится судим конечно ее ну так для людям конечно очень нравится аромат у него конечно классный тоже это не досталось вот одного родителя все кто не знает это гибрид на дик биану этот цветочек буквально вчера начал открываться и вот еще конечно такой свежий свежий цветочек этот уже вянет а это такой еще красивый салатовый и так она у меня начала расти в две стороны интересно с этой стороны ниже нет она получается середины зацвела они там тоже раздвоился ну в общем уже расстроился даже он в ту сторону в эту сторону и в ту сторону в общем надо будет смотреть как я можно будет пересадить потому что конечно уже новые росты свисают над горшком и псевдобульба кстати тоже очень высокий я бы сказала даже что не уступает она ничем пурпурате очень высокие это следующая моя тоже такая неожиданность приятная три бутона но правда я их не увидела опять же она была развернута так к солнышку в гринхаусе я их поставила и не заметила и бутоны начали расти вот так вот как я не пыталась их сформировать они не получились ну очень красивая конечно это губа с венками обалденная крупный цветок желтый очень красиво и это алмаки ну и вот это вот получается это ну гибрид гибридная котлея уже увидает тоже на выставке тоже я ее носила очень многим она нравилась но конечно своей яркостью очень многие ее фотографировали но ничего она не заняла ну ладно зато красотка это следующая малышка тоже которая ездила на выставку но цветы у нее конечно держится еще очень-очень такие свеженькие красивые и это angel kiss поцелуй ангела тут оказывается еще у нас два бутончика класс очень красивая это гибрид волкирианы если я правильно нет мини перпу ну вот мне почему-то кажется что там есть intermedia в мини перпу ну да я права это мини перпу это гибрид помилы на волкириану поэтому у нее конечно и запах такой шикарный обалденный ну и цвет конечно тоже очень красивый бархатная губа невысокая невысокая котлейка ну и вот так вот она выдает с новых ростиков бутончики сразу классная что я не успела заснять это цвели мои лунди ай обыкновенная и альбовая форма отцвели они уже конечно был такой красивый пышный костик тоже я носила их на выставку ну вот один остался цветочек такой классный конечно маленький вазончик но он так разросся была я лаэлия их сейчас переименовали на котлеи жалко 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 что я не успел их показать классная так она выдает новые ростики и из новых ростиков вот так вот вылезают цветочки а потом начинают расти новый ростик и формируется всегда бульбочку на мой взгляд очень неприхотливое растение ну и сейчас у нас тоже весна и время цветения интермедией я люблю интермедией у меня есть небольшая такая коллекция разновидности интермедией очень они мне нравятся своей губой красота на одном цветоносе мне 5 цветочков на другом 4 она тоже кстати вот буквально наверно позавчера начала раскрываться я их так сейчас сюда перенесла и конечно это красота я их очень люблю так стремительно они конечно наращивают свои бутоны я кстати не показала это интермедиа орлата чтоб не запутаться да это вот тоже интермедиа я ее в том году покупала цветущий ну вот она нарастила новый ростик и зацвела на мой взгляд тоже очень интересны такие плотные цветочки прям лаковые такие они на солнышке переливаются и это интермедиа вини колор best white splash в общем 2 интермедиа скрестили ну красиво у него конечно цветы покрупнее но они сейчас еще тоже будут набирать свой размер красота у этой более такая темно бордовая у этой более малиновая губа красиво это еще одна разновидность интермедиа у меня еще одна есть одна набирает уже цветочки распустилась распускается а это форма цирулия variation цирулия белоснежная и только такая сиреневая губа тут еще один бутончик открывается не знаю чем они мне нравится может быть вот этим вот разворотом губы ну вот красиво для меня очень очень красиво и запах у них тоже шикарный этот носик класс это вот кстати еще одна набирает она только сегодня начала открываться в разные стороны один бутончик задней части вот она только открывается видите такая невзрачная сюда саму салатовые такие цветочки сейчас обойдем на нас той стороны тут кстати еще набирает еще бутончик уже сколько месяцев он конечно цветет доцеллогина господи вечно забываю специоза когда и влажно конечно постепенно там водичка у меня есть внизу и постепенно нас пьет водичку и вот смотрите наращивает бутончик за бутончиком очень очень здорово это я сейчас тут поливаю еще мой фаленопсис цветет я хотела кстати спросить я не сильно фаленопсисах если кто мне подскажет название очень огромные 13 наверное 14 сантиметров цветы самый большой я мерила название если кто-то мне скажет то очень благодарна это кстати тоже орлато называется но она как вы видите вот так вот бутончики на пили наливаются и потом постепенно они тоже растут увеличиваются именно сами цветы это кстати меня тоже очень удивило вообще он сидим на и группа меня сейчас немножко удивляет ну радует то что хотя бы я нашла хоть какой-то общий язык с ними это цветет уже второй раз вельсенара kenny boy после того как я их пересадила в новые посадки у меня какие-то сдвиги начались потому что ну вот никогда они у меня так вот чтобы цвели росли такого у меня не было поэтому и точно так же и с мельтонеопсисами ну вот не знаю что я так не делал что я не делала я их и так пересаживала и так смотрела как у других но вот не получалось и в этом году есть сдвиги даже бутончики она конечно постепенно постепенно наращивает массу потому что ну очень скудные были растения погибали я никак не могла к ним приноровиться ну и после того как я вот посадила их обыкновенный мог сфагнум на дно они меня все начали расти не знаю ну вот в моих условиях еще раз повторюсь это им всем нравится и я вижу результаты поэтому это кстати набирает набирает мой любимчик мой красавчик еще не распустился полностью но я его уже перенесла я очень полюбила эту котлею конечно когда она мне расцвела первый раз и я влюбилась очень красивая правильной формы цветочки в том году она меня порадовала тоже цвела намного цветоносов и в этом году и вот она только их распускает здесь шесть цветов очень красивая у нее такая тоже бархатная какая-то губа очень красивая яркий цвет конечно очень яркий я ее не пересаживала можно сказать по моей новой методике потому что вот как вы видите я просто горшок в горшок и так вот она у меня и растет потому что конечно нереально было доставать его из того горшка он уже был обросший весь корнями и это название вот такое разы вас glory я думаю что это наверное названо в честь нашей теплицы у нас разы лазорки съесть и они наверное назвали очень красивый гибрид и на такой солнечной нотки закончу сегодняшний обзор всем любителям орхидей желаю пышного цветения чтобы ваши орхидейки радовали ра вас ну и всем пока пока с моего орхидейного коридор чека пока пока